Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина. Рада вас видеть на своем канале. Сегодня понедельник, у нас длинный выходной в Канаде. Было три дня, сегодня тоже нерабочий день, и поэтому у меня есть немножко времени. Я хотела продолжить тему хороших манер, потому что не что так важно в человеке, как хорошие манеры. Это сразу указывает на его уровень воспитания, на его уровень культуры и открывает, как я сказала, ему все двери в высшее элитарное общество и в общество успешных людей. Это также помогает человеку приобрести более хорошего партнера в своей жизни и, наоборот, плохие манеры отталкивают, как ничто другое. Хорошие манеры – это, конечно, целый комплекс качеств человека. Мы поговорили о некоторых, и сегодня я хочу продолжить эту тему и поговорить о телефонных манерах, о том, как звонить. Сегодня, конечно, телефон является огромной частью нашей жизни, он занимает очень много, и очень часто люди используют свой телефон неправильно, тем самым отталкивая окружающих или, наоборот, разрушая какое-то настроение в компании. Я, например, с удивлением вижу, как девушка может сидеть с парнем вместе в кафе или в ресторане, и кто-то ей звонит, она отвечает по телефону и проводит время не больше, чем бы я думала, что это должно быть. Мне кажется, что это особенно грубо. Как вы знаете, хорошие манеры – это вежливость и внимание к окружающим, и отличие хороших манер, плохие манеры – это грубость и невежливость. Синонимы этого слова. Так что поговорим о телефонном этикете сегодня. Итак, самое главное – это использовать телефон только в подходящих местах, только там, где это не нарушает покой и какое-то настроение окружающих людей. Мне, конечно, очень невежливо использовать телефон в общественном туалете или оставить свой включенный телефон в церкви, или на концерте, или в кинотеатре, или на встрече какой-то, где вы всегда должны выключить свой телефон или оставить правильный месседж на своем телефоне, сказать, что я сейчас на встрече, я вам перезвоню через какое-то время. Это будет очень вежливо. У нас в бизнесе по недвижимости принято считать, что если человек, агент по недвижимости, всегда отвечает на свой телефон, то это характеристика того, что он не занят, что он не профессионал, потому что именно профессиональный человек никогда на телефон не отвечает сам. У него всегда есть записан автоответчик, на котором он говорит, спасибо, что вы дозвонились, это Татьяна Конкина, спасибо, что вы мне позвонили, я обязательно вам перезвоню в течение часа или двух, в течение вашего расписания, но никогда не отвечать телефон. Почему? Потому что в данный момент вы можете быть заняты, работать над чем-то другим, вы можете работать над своим проектом, вы можете быть с какими-то клиентами, с отношениями. Если вы отвечаете на телефон, это не то, что вы даете хороший сервис клиентам, это всегда говорит о том, что вы даете им плохой сервис, потому что вы постоянно прерываетесь, и ваша мысль, ваш фокус постоянно разрушается. Итак, не отвечать на телефонные звонки в неподходящих местах и в неподходящих ситуациях. Всегда его держать выключенным, и лучше оставить сообщение, и потом перезвонить. Это первое. Точно так же, не очень невежливо разговаривать по телефону в кафе, в ресторане, там где другие люди пришли пообедать, и может быть тихо между собой поговорить, и ваш разговор по телефону, конечно, будет нарушать чувства и настроение, с которым пришли туда другие люди. Это тоже очень невежливо. Потом, если вы уже говорите, я всегда делаю так, когда звонит мой телефон, если я где-то в кафе или в ресторане, я беру свой телефон и выхожу за пределы этого зала, выхожу на улицу или куда-то еще, где меня никто не может слышать, и потом я очень коротко говорю, да, спасибо, что ты мне позвонил, если это вопрос короткий, я его решаю коротко, если это вопрос длинный, я говорю, что я тебе перезвоню в такое-то время, и никогда не разговариваю в обеденном зале или в кафе или ресторане, никогда. Я всегда для этого выхожу. Поэтому, если вы говорите о чем-то личном, тем более сидя где-то или обсуждают какие-то дела, и вас слышат окружающие, то это ваше личное становится сразу же доступным для всех, для всех окружающих. Не говорите с другими людьми в комнате, когда вы на телефоне. Точно так же. Если я говорю по телефону, и кто-то еще находится в комнате, и я разговариваю с вами по телефону, буду говорить, послушайте, там сделает тот и подойдет, да, или кто-то еще, это тоже считается грубым, невежливым. Дайте тому человеку, с кем вы говорите, время, и это будет выглядеть очень вежливо с вашей точки зрения. Дайте ему время не столько, сколько у вас есть, но если вы заняты, пообещайте вам перезвонить в то время, когда у вас будет. Но не решайте все вопросы одновременно в этот момент. Опять очень солнечный день, и все, солнце на меня сегодня падает. Я хочу объяснить всем людям, которые пишут мне, что я где-то иногда плохо выгляжу, но дайте мне, пощадите, потому что я без всякой специальной косметики, без специального гриппа, без специального света, я просто сижу перед своим всталом перед компьютером, и вы видите то, что вы видите. Поэтому пощадите, не критикуйте очень сильно. Следующее, не разговаривайте по телефону, когда вы кричатаете, работаете за своим компьютером. Точно так же это считается грубым. Точно так же тот человек, который слышит ваши кликающие клавиши на компьютере, тоже подумает, что вы не уделяете ему того времени, которое вам нужно. Не уделяете много, но дайте несколько минут, но именно этому человеку. Следующее, не используйте ваш телефон на встречах со своими друзьями, когда вы собираетесь где-то, как я уже сказала, на мой взгляд, это просто невежливо к этой компании, если вы будете, тем более, сидеть рядом с ними, или постоянно выходить куда-то. Определяйте время, если вы с друзьями, дайте это время своим друзьям. Посвятите это время им, беседу, разговору, если, конечно, не что-то абсолютно полетнострочное. Вот так же я никогда не звоню людям до 9 утра, даже если что-то срочное, я никогда не звоню людям после 8 вечера. Этикет говорит с 8 утра до 8 вечера, но это для меня, я смотрю, американский этикет, который люди очень, наверное, встают, очень рано начинают свой день. Очень многие люди в 8 утра все еще завтракают, или там принимают душ, или что-то делают. Вот поэтому для меня время 9 утра и 8 вечера, никогда не звоню до, никогда не звоню после этого времени. Я также никогда не звоню людям в 7 часов, начиная с 6 вечера до 7.30 вечера, в то время, когда люди обычно ужинают. Я тоже считаю это очень невежливым, очень грубым прервать ужин людей. Я также не звоню людям, когда людей ланч, где-то с 12 до часа. Я тоже считаю, что люди, если они работают, или если они не работают, в это время люди едят, и будет невежливо и неверно им звонить в это время. Вот такие вот временные. Я точно так же сейчас с юности услышала такую цифру, что никогда не звонить людям в воскресенье до часу дня. Я предпочитаю вообще-то никогда не звонить людям в воскресенье. Мне кажется, это достаточно невежливо, особенно если в этом нет никакой необходимости такой срочной. Но даже если вы должны позвонить, не звоните никогда до часу дня. Люди в воскресенье спят чуть дольше, они, может быть, имеют более такое расслабленное расписание утром, поэтому звоните до часу дня невежливо. Как я сказала, если вдруг вы позвонили, и вы попали не на правильный номер, то есть вы набрали неправильный номер, первое, что вы звоните. Когда вы звоните, вы всегда начинаете разговор того, «Здравствуйте, это Татьяна Конкина». Во-первых, я любой разговор начинаю так. Я все время говорю «Здравствуйте, это Татьяна Конкина. Если у вас минутка со мной поговорить». То есть вы всегда должны спросить, есть ли у человека минутка с вами поговорить. Если человек скажет «да», вы говорите с ним и дайте ему определенное время, с которым вы будете говорить. Скажите минутку, не говорите с ним час. Скажите с ним действительно очень коротко и ясно, по какому поводу вы позвонили. И если нужен более длинный разговор, спросите, сколько у тебя есть времени, и когда я могу тебе перезвонить, когда ты будешь свободен. Если вы набрали неправильный номер, вы звоните, вы говорите человеку «Здравствуйте, Татьяна Конкина». Если вам говорят, что вы неправильно набрали номер, извините, скажите «Я извиняюсь, я направлю неправильный номер», и не ложите трубку сразу, немедленно в этот момент. Подождите, когда те люди положат трубку, потом следующий будете вы. Так предполагает этикет. Когда вы говорите с людьми по телефону, всегда это очень чувствуется, хотя сегодня, конечно, есть очень много видеозвонков, которыми мы пользуемся, но с кем бы мы ни говорили, первое правило – это разговаривать с улыбкой, чтобы вы были поняты. Когда вы говорите с человеком с улыбкой очень хорошим, приятным голосом, ваш результат от телефонного звонка будет гораздо лучше, ваша улыбка передаётся, даже если её не видно, и люди почувствуют приятное чувство от разговоров с вами. И точно так же специалисты не советуют сидеть, когда разговаривают по телефону, они советуют ходить. Тогда энергии вы вкладываете больше в свой разговор, и тогда ваш разговор будет интереснее. Ну и ещё один пункт у меня есть. Не тратьте время других людей, не проводите часы на телефоне. Я иногда даже боюсь кому-то позвонить людям, которые всегда держат меня на телефоне очень долго. Я говорю, я знаю, что это займет много моего времени. И это очень часто совершенно бесполезное время потраченное, когда люди просто тебе говорят то, что это совершенно не имеет отношения к твоей жизни. Поэтому не тратьте время других людей, телефонные разговоры для короткого обмена информацией, всё остальное – личные встречи приятные. Ну и я ещё никогда не ставлю людей на холд. Я не знаю, как сказать по-русски. Вот на кнопку, которую, допустим, если второй звонок, вы говорите «подождите», я отвечу «другой звонок». Я так не делаю никогда. Кто бы ни был, я удаляю этому человеку время, я с ним разговариваю, я вижу другой звонок, я вижу другой номер, и только в этих случаях, если что-то абсолютно-абсолютно критическое, я говорю «извините, я должна ответить на другой номер, я тебе перезвоню позже». Так я это делаю, если что-то очень срочное. Если нет, я никогда не говорю «дай, подожди, я посмотрю, кто-то у меня звонит». Никогда. Я всегда могу перезвонить, у меня есть месседж, люди могут мне оставить сообщение, я потом перезвоню, если это что-то важное. Я тоже считаю, что это очень-очень невежливо ставить людей на ожидание, вот на такое вот, и потом к ним возвращаться, 5-10 минут. Тебе позвонили, у каждого человека есть вопрос, писали свое время, поэтому не тратьте время на других людей. Телефон не для этого. Ну и последнее мое замечание. Я хотела сказать, я вижу очень часто сейчас мамы с детишками катят коляску, и они все время на телефоне. Я, честно говоря, хочу спросить, а с кем вы говорите, и о чем вы говорите в этот момент? Что у вас самого важного? Вместо того, чтобы вы сейчас разговаривали со своей бебечкой, говорили что-то маленькому ребеночку с ним, и обсуждали с ним хоть что-нибудь, или просто бы как-то глазами с ним обменились. Что может быть более важного на прогулке с ребенком, с кем по телефону вы говорите? Я уверена, что это совершенно не стоящее внимание разговоры, и я думаю, что это надо посвятить маленькому ребеночку, когда вы с ним гуляете, и не быть на телефоне. Ну вот это вот такой вот короткий телефонный этикет. У нас еще остался очень-очень важный этикет. Это этикет во время еды. Огромная тема, большая, но по ней точно так же выбираются люди моментально. Как только мы видим, что человек не умеет красиво есть, у него плохие манеры, мы сразу ставим его на низкий уровень, как бы высоко он ни стоял, как нам показалось в социальной лестнице. Если человек не научился красиво держать прибор, красиво вести себя за столом, то культурный уровень, интеллектуальный уровень человека моментально идет очень-очень сильно вниз. Это будет тема нашего следующего разговора. Всего вам самого хорошего. У меня еще есть бы огромная тема ответить на ваши вопросы. Ну вот я, наверное, сейчас все-таки коротко очень скажу. Мы обсуждали 9 вопросов, которые нельзя задавать никогда. И люди меня спрашивают, а как ответить тем людям, кто тебе задал? Ну, наверное, самый лучший ответ будет просто улыбнуться и не сказать ничего, и перевести разговор на другую тему, потому что другой вариант – это сказать людям, а почему ты спрашиваешь, или почему вы спрашиваете. Этот вариант уже немножко не совсем такой вежливый. Он тоже возможен. Вы можете так сказать, допустим, вам спрашивают, сколько вам лет вы говорите, а почему вы спрашиваете. Но это уже не очень вежливо. Очень вежливо улыбнуться, ни от чего не ответить, и перевести разговор в другую тему. Задать вопрос какой-то другой тоже. Это был бы мой ответ на этот вопрос, как отвечать таким людям. Всего вам самого хорошего С вами была Татьяна Конкина Счастливого дня, до свидания